Я Алексей Мацука, это наша новая Краматорская студия, непосредственно, ясное дело, в Краматорске Донецкой области. Здесь рядом со мной моя коллега Юлия Островская, директор нашего предприятия, мультимедийная платформа «Инавещание Украины». Юлия, пользуясь случаем, что мы с тобой в Краматорске, сейчас, наверное, логично провести небольшое общение, наш с тобой разговор под камеры, так сказать, чтобы наша аудитория, которая только-только вот как-то собирается после перезапусков наших проектов в единый узел, можно так сказать, да, чтобы мы снова и снова, чтобы наша аудитория снова и снова имела возможность напрямую и с тобой, со мной пообщаться, узнать актуальную повестку Украины, актуальную повестку наших телевещателей, телевещателей нашего для всего мира, и что важно для нас сегодня, это приоритет номер один, это вещание на оккупированное время, на оккупированной территории Крым и Донбасс. И я предлагаю небольшой формат для того, чтобы такой видео-эксплейнер, видеопресс-релиз для Фейсбука нашего, для Телеграма нашего, для сайта наших подписчиков, мы объясним логику и задачи этого бюро и наши ближайшие планы на открытие еще бюро в других городах и регионах нашей страны. Вот, собственно, здесь мы находимся вместе в центре города Краматорска, это небольшая студия по меркам обычного телевещателя, если брать большие национальные каналы, да, то это, конечно, небольшая студия, и ее основная задумка, в чем была, вот можешь ты представить, я в чем-то дополню, я предлагаю такую нашу беседу провести все-таки формально, да, я здесь выступаю ведущим, но давай все-таки мы не в режиме вопрос-ответ, а нормальной дискуссии обсудим это, и наши зрители смогут написать комментарии в Фейсбуке или в других соцсетках, мы дальше уже в комментариях им ответим на вопросы. Окей, ну, всем привет, в общем, самое главное, как Алексей уже сказал, немножко повторюсь, это наша первая ласточка, первое наше бюро, и не случайно был выбран Краматорск, именно потому что, во-первых, сейчас это, так скажем, столица временная Донецкой области и главный город Донецкой области, поэтому очевидно, что мы должны были здесь присутствовать для того, чтобы быть ближе к нашей целевой аудитории, это главное, вот, потому что самая главная узнаваемость бренда, и, ну, знаете, я вам хочу сказать, что уже как бы некая узнаваемость есть, у нас появилась реклама здесь нашего бюро, и люди вот уже на улице, ребятам нашим, которые тоже стояли на улице, говорят большое спасибо, мы вас видим, просто кто-то через спутник, кто-то через кабельные сети, потому что канал Дом сейчас вещает и такие, ну, и через спутник, и в кабельных сетях Донецкой и Луганской области находятся, и, безусловно, диджитал платформы, ну, и через передатчики, которых сейчас на Крым и на Донбасс 18 штук, это аналоговое цифровое вещание. То есть, если есть желание, да, надо, наверное, сказать, если есть желание у кого-либо включить канал Дом в зоне проведения операции объединенных сил, это в том числе оккупированные районы, то проблем с этим быть не должно. Абсолютно не должно быть, каким бы способом вы сигнал не принимали, то есть, если у вас есть, например, только аналоговое цифры или цифровое там вещание, и, к сожалению, мы понимаем, что там периодически нас глушат, то всегда есть как замена диджитал платформы, можно, не знаю, там у соседей, которые пользуются спутником, смотреть это через прием, через спутниковый сигнал, поэтому, если есть желание, то увидеть канал можно всегда. Я понимаю так, что нашей аудитории может быть не совсем интересна профессиональная дискуссия медиа-менеджеров, понятное дело, потому что у нас очень широкая аудитория, люди живут абсолютно своими треками, абсолютно своей повседневной жизнью, а это обычно что? Это коммуналка, это цены на продукты, ясно, это развлечения какие-то, куда пойти элементарно, это карантин, опять же, надоевший всем, но мы вынуждены быть в такой реальности. И ясно, что мы здесь сидя, два медиа-менеджера, редактор и генеральный директор, ясно, мы, конечно, мы больше хотим поговорить все-таки о нашем вещании, о наших планах и развитии, но это не значит, что из этой студии не будет проблем освещаться, которые как раз 99% это проблемы местной аудитории, местных людей, Краматорска, Дружковки, Константиновки, Бахмута, Славянска. Да, и Краматорск просто такой город-хаб для, вот именно для этого региона. Я заметил, что местных каналов здесь, вот которые были бы такой региональный канал, их нет просто, то есть был канал Скэт, и он вещает сейчас, но он ретранслирует канал Киев, что интересно. Скэт это студия Краматорского эфирного телевидения, расшифровывается, была в 90-е годы очень популярной, я думаю, некоторые помнят ведущую этих выпусков, я был маленький, в школу ходил, а это был пиратский канал с пиратскими видео, и в Донецке он ловил, на обычную антенну ловил, то есть. Есть стат плюс в Славянске, он покрывает только Славянск, ну здесь тоже он добивает в кабельных сетях, понятно, но там в основном проблематика города Славянска. Есть, по-моему, еще Покровский капри канал, местный тоже, но что интересно, раньше был Донецк, город, откуда проблематика общерегиональная актуализировалась постоянно, то есть Донецкий канал, например, Донбасс, его смотрели как в Мариуполе, так и в Краматорске. Сегодня Донецк выбит из единой инфраструктуры Донбасса, Краматорск, получается, живет своей жизнью, Мариуполь своей, и я вижу, как эти два поля, две громады, условно, большие, практически никак не пересекаются между собой, потому что потерян единый центр, это город Донецк. Конечно, с одной стороны это логично, жизнь все расставляет нас по своим местам, но с другой стороны, мне кажется, для нас колоссально важно на уровне нашей ценности, базовой ценности, подчеркивать единство и Донбасса, и Украины, как единого информационного поля, в рамках единого одного государственного такого суверенитета, в том числе информационного. И в нашей задаче нашего телевидения как раз и есть объединяющие темы, поиск этих объединяющих тем и объединяющих сюжетов, скажем так. То есть, если мы говорим о Краматорске и о Мариуполе, наверняка у этих двух городов остаются общие проблемы, но и есть общие тренды для развития и общие ценности для развития. Например, та же дорога между Мариуполем и Краматорском. Вот ты по ней ехала, когда мы сюда приезжали с такой мини-разведкой, и ты из Николаевской области, я из Донецка, из Донецкой области. Я для меня контекст Донбасса не чужд. Я, в принципе, понимаю, я вырос здесь, я местную ландшафт, архитектура, она для меня родная и естественная. Вот ты из Николаевской области, какие бы ты могла свои впечатления ими поделиться, как, знаешь, человек, который приехал сюда, в большинстве случаев в командировку и уедет отсюда. А то, что бы ты хотела рассказать нашим зрителям отсюда, как ты увидела Донбасс? Ну, это было очень большое удивление, на самом деле, потому что, ну, я понимаю, что сейчас есть большие проблемы в регионе, потому что, ну, в связи с очевидными, как бы, фактами, да. Вот, поэтому я не могу сказать, что были какие-то повышенные, там, типа, требования. Знаете, наверное, когда ты едешь в Париж, ты что-то ждешь. А видишь, на самом деле, совсем другой ландшафт. Да, и потом это тебя не удовлетворяет, и ты какие-то предъявляешь претензии. Я была очень рада увидеть и Краматорский, Мариуполь, потому что это правда лицо восстанавливающегося Донбасса. И тут, ну, очевидные плюсы, потому что вот я сама из Николаева, и слава богу, там все спокойно и тихо, но дороги, например, в Николаеве хуже, чем в Краматорске и в Мариуполе, прямо скажем. Вот, поэтому, ну, для меня это, ну, мне очень радостно видеть такие качественные изменения. Я еще считаю, что очень важно нам тоже коммуницировать и показывать это. Нужно показывать, как изменяется, несмотря на такую сложную ситуацию, насколько меняются регионы. Это может, да, возможно, это во многом из-за донорских средств происходит, из-за государственного бюджета тратятся средства. Но не суть, важно как. Важно, насколько качественно меняется жизнь. И это очень-очень важно показывать. То есть ты это почувствовала? Я это увидела, я, ну, никто не даст соврать, я, когда вернулась в Киев, я рассказывала это всем и каждому. Насколько меня это поразило, потому что я не ожидала. Вот такая стереотипизация восприятия Донбасса, она, к сожалению, есть точно так же, как в отношении любого другого региона. То есть такие же стереотипные восприятия, например, тех же западных областей, есть стереотипные восприятия восточных областей. И ясное дело, когда спрашивают, в чем задача нашего канала ДОМ, она как раз заключается в том, чтобы такие стереотипы, их немного нивелировать и деконструировать. И один из способов того, как мы это можем сделать, мы, я знаю, ты обратилась недавно на парламентских слушаниях к производителям контента. Опять же, я сейчас хочу сделать дисклеймер для нашей аудитории, что мы не говорим сейчас, мы можем говорить на каком-то птичьем языке для людей, которые, для широкой аудитории, а не для медиаэкспертов и так далее. Наш стрим этот сегодня, он больше, скорее всего, даже для погруженных людей, так скажем, озабоченных людей вопросами информационной безопасности и так далее. И поэтому вернемся к парламентским слушаниям, которые были на прошлой неделе, ты была там одной из спикеров. И ты сделала призыв к производителям контента. Кто это? Это редакции, уехавшие из оккупированных районов, либо продолжающие работать, вот как здесь, в Краматорске. Да, в маленьких городах. А в чем суть этого призыва, если кто-то не слышал во время парламентских трехчасовых слушаний, чтобы выделить оттуда что-то рациональное для своей работы, давай повторим еще раз это. Ну, поскольку мы понимаем, что в бюджете предусмотрено сейчас на развитие таких региональных вещателей, по-моему, сейчас около 50 миллионов, и, скорее всего, для качественного контента этого всем не хватит. Ну, есть такие опасения, ощущения, и для того, чтобы никто не посчитал себя обделенным, мы уверены и понимаем, что у вот этих маленьких телеканалов и продакшенов, которые находятся здесь и на Донбассе, и там рядом с Крымом, есть какие-то супер классные креативные идеи. И плюс мы же понимаем, что люди эти погружены больше в повестку своего региона, чем мы, например, которые вот приезжаем на Донбассе. Мы теперь здесь. Да, но мы здесь, да, но мы только начинаем как бы быть здесь во многом. Вот, поэтому, если есть такие идеи, то всегда к нам можно обратиться. Я думаю, что под этим стримом мы можем просто написать там и почту, там, или телефон, на который можно звонить и с нами связываться. Для того, чтобы мы, поскольку у нас есть там какая-то материально-техническая база, мы можем помочь, там есть редакторы, есть камеры, мы можем это снимать. Вот есть студия, также есть там несколько студий в Киеве. Вот, поэтому мы в состоянии помочь реализовать какие-то идеи, чтобы все-таки зрители потенциально это увидели. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь, и мы в меру возможностей, мы поможем. И поможем, и главное, мы заинтересованы в том, чтобы этот контент был, и мы заинтересованы, чтобы, например, маленькие телеканалы из того же Покровска с нами сотрудничали, и мы готовы брать контент этот не просто так, как бесплатно, а если это серьезная работа по стандартам и сбалансированная, welcome, канал. Ну, то есть это уже произведено, мы можем помочь. Мы можем произвести, да. Либо, если это еще не реализовано, мы можем помочь, а если реализовано, то мы открыты к предложениям, например, закупить такой контент. И в связи с этим немного такой был недавно провокационный пост в видео YouTube Сережа Притула. Я думаю, все знают, это политик наш украинский, новый, так сказать, новое лицо в украинской политике, родом из Украина слеза не верит, слезам не верит, талант-шоу. Действительно, Украина слезам не верит, особенно здесь на канале Дом мы не поверим, мы настроены серьезно. Так вот, Сережа сказал в этом видео, и мы обязательно поделимся с ним потом нашим вот таким общением, что одна известная тоже медиаперсонаж, Янина Соколова, якобы готова была поделиться с нами бесплатно контентом, да. Я тоже слышала это заявление Сергея. Насколько к нам приходят часто делиться бесплатно контентом, и что предлагала Янина Соколова? Алексей, для меня это было удивлением, я вчера это впервые услышала, поэтому я никак не могу это прокомментировать, я не знаю никаких обращений с предложением бесплатного контента от Янины Соколовой. Но знаю другой факт, что предыдущее руководство мультимедийной платформы «Иновещание Украины» закупало контент, который производился пятым каналом, закупали контент и купили его на 4,5 миллиона. То есть это 4,5 миллиона бюджетных денег, отправленных на проекты пятого канала? Пятый канал производил это для себя и продавал это мультимедийной платформе «Иновещание». То есть Янина Соколова почему-то не выступила там бесплатно. Ну что ж, это ясное дело, что такой интерес к каналу «Дом» это похвально, это супер, что у Сергея Притулы есть такая информация, что кто-то готов с нами бесплатно делиться контентом. Но мы хотим заверить, что необходимо пройти редакторский контроль и обязательно соответствовать стандартам и сбалансированной подачи любого контента и информации, потому что для нас очень ценна наша аудитория. Мы ценим ее, мы ценим потребности наших людей. И мы ни в коем случае не хотели бы превращать наш контент в нечто нарушающее стандарты, международные стандарты журналистики, работающие вот в таких сложных условиях, в конфликтных, в том числе районах. Наверное, наш канал «Дом» это первый случай в истории вещателей, когда само государство запускает вещание на свои же оккупированные территории в 21 веке, я имею в виду. То есть вдуматься, насколько сложна сегодня геополитическая картина и внутренний расклад в Украине, что Киев запустил вот после 19-го года подобный проект как гуманитарную миссию во многом. Самое главное, что очень жаль, что этот проект не был запущен раньше. Это действительно, я сожалею. Это огромное потерянное время. Я работал в гражданском секторе, и мы с 14-го года лоббировали идею вещателя русскоязычного для неподконтрольных территорий, потому что это колоссально важно информировать наших людей, наших сограждан об усилиях Киева в политико-дипломатическом пути. Вот кто-то обычный человек смог бы объяснить своим языком, что такое политико-дипломатический путь, о котором говорят политики, да? Это сложно. Но когда ты в это погружаешься, и ты видишь всю архитектуру действий, ты, конечно, понимаешь, насколько это важная работа для государства и для каждого из нас, для граждан. И в то же время, когда политик уходит с должности, и декларируя на должности политико-дипломатический путь, он, уходя с должности, начинает критиковать политико-дипломатический путь. То есть, получается, политическая повестка, она для некоторых превалирует над гуманитарной, над повесткой безопасности, над повесткой единства Украины и суверенитета нашего. То есть, кто-то готов кого-то, как будто бы отрезать, отказаться, кого-то заклеймить, зашеймить и так далее. И меня, как журналиста, и вообще человека из Донбасса, меня, конечно, это, честно говоря, возмущает. Но, слава богу, что есть канал-вещатель, слава богу, что сегодня Украина поставила приоритет вещания для всех аудиторий по миру, а это 200, больше 270 миллионов человек. Потому что мы сейчас говорим же не только о канале ДОМ, то, что мультимедийная платформа и навещание, это зачастую как-то разделяют эти понятия, но это неверно, фактологически. Потому что есть государственное предприятие мультимедийная платформа и навещание, которое сейчас вещает посредством двух логотипов, двух каналов. Это телеканал ДОМ и телеканал ЮЭТВ. И я еще раз воспользуюсь возможностью сказать, что телеканал ЮЭТВ не выключался ни на минуту. Он сохраняет свое присутствие. Там, возможно, были... И, кстати, плеер работает на сайте. Да, плеер работает на сайте. Те, которые хотят проверить эту информацию, те люди, они всегда могут зайти на сайт и увидеть прямой эфир. Да, у него поменялась концепция, потому что предыдущая концепция не была очень понятна, как бы, зрителю. И есть фидбэк о том, что, ну, прирост лояльности к каналу, который вещает пятью языками в одном эфире, но это довольно... В один день. Да, в один день. То есть 9 до 11 арабский, с 11 до часу английский. Я не представляю себе полиглота, зрителя такого канала. Ну, либо нужно выучить точно так программу телепередачи, приходить только в это время. А в 21 веке это немного выглядит... Для линейного канала, но это довольно странно. Поэтому было принято решение, что телеканал становится русскоязычным навещанием, поскольку мы понимаем, что... Поскольку мы точно знаем, кто страна агрессор, и на каком языке происходит пропаганда, и на каким языком распространяется дезинформация, в основном по отношению к Украине, мы понимаем, что такое противоядие нужно представлять на этом же языке, поэтому не без того, что у нас до сих пор на диджитал-платформах есть и арабские новости, и английские новости. Да, поэтому я даже могу там сказать статистику, что за UATV за первый квартал, то есть за январь, февраль и март, например, арабскую версию посмотрело 2 миллиона 100 тысяч человек, и английскую версию также, и UATV на русском 1,1 миллион. Но это серьезно охват, как для канала, который... Это только YouTube. YouTube только, который перерос такие какие-то подростковые идеологические штанишки, можно сказать, вышел из них, и все-таки начал профессиональное вещание телевизионное для конкретных целевых аудиторий, а не взагали на планету Земля непонятно куда, непонятно зачем. Из-за того, что мы понимаем, что будет когда возможность, то должен, наверное, появиться и англоязычный канал, возможно, впоследствии и на арабском, чтобы вещал полностью. Но вот пока есть средства на то, чтобы... И средства, и пока стратегия все-таки вернуть доверие к украинскому правительству, к украинским повесткам дня, к украинскому видению будущего у жителей, которые скептически настроены в Крыму и на Донбассе, потому что там потоки лжи и пропаганды не выключаются ни на минуту. И поэтому мы здесь 80 километров от Донецка, это очень близко. Конечно, мы рассчитываем оказаться рано или поздно с этой студией и даже в 100 раз лучше студии в самом городе Донецке, где и будет генеральный офис нашего канала рано или поздно, канала Дом, он туда переедет. Однозначно, это цель, к которой мы стремимся, и она у нас стратегически есть в наших всех планах. Поэтому наши зрители, зрительницы из Донецка, из Луганска, из Крыма, из Симферополя, это для вас, канал Дом, это для вас. И мы строим мост между Киевом, между Донецком, между Симферополем и Ялтой, где можно напрямую спросить. У, например, Юлии Мендель, которая представитель президента, пресс-секретарь, или Леонида Кравчука, который бывший президент, или непосредственно у самого Владимира Зеленского, мы ему тоже можем задать вопрос, ровно сидя за таким же столом. Пожалуйста, пишите, мы открыты, диджитал-платформы не цензурируются, у нас все комментарии публикуются, как на сайтах вы можете найти наши линки, как мы вещаем, куда мы добиваем, как настроить спутник, как настроить антенку, хоть на что угодно вы можете словить, канал Дом, было бы желание. Было бы желание. И ваши потребности в качественном, хорошем контенте мы точно удовлетворим. Мы развиваемся колоссальными просто методами, шагами. И у нас, к тому же, есть постоянное изучение потребностей наших аудиторий. Мы понимаем, какой контент нужен, мы знаем, какой контент заходит хуже или лучше. Да, и возможно, что-то, ну, то есть мы на это очень быстро реагируем, поэтому можем сбалансировать там и сетку и тому подобное, ну, в зависимости от того, как мы видим, как происходит смотреть. Не в зависимости. И не зря был выбран именно такой формат, развлекательный, информационный, потому что может показаться, что мы должны были давить только информацию, информации нет. Потому что мы точно знаем, у нас есть показания фокус-групп, исследования на неподконтрольной территории, которые говорят о том, что от политизированного контента люди очень устали и хотят получать какую-то уверенность в завтрашнем дне. И какую-то информацию не связанную с политикой, политиками и тому подобное. Поэтому у нас, например, есть свое шоу «Утро дома», сейчас там в разработке еще шоу, поэтому подписывайтесь на канал «Дом», ищите его различным способом вам доступным и узнавайте правду об Украине. И здесь точно не будет контента, который бы кого-то унижал, оскорблял или же делил на группы, на языки, на всевозможные политические предпочтения и прочее. Потому что это канал государственного вещателя. И государство после двух Майданов задекларировало, что достоинство человека — это наиважнейшая ценность в нашем государстве. Это гуманизм, уважение, толерантность, разнообразие и космополитизм. Юля, спасибо тебе за это общение и нашим зрителям за то, что были с нами. Будем включаться чаще из Краматорска. Пока. Пока-пока.